Жанр свадебной фотографии относительно молодой. В нем реальные истории любви соединяются с художественной постановкой. И если удается это сделать со вкусом, снимок признается удачным. Те, кто преуспел в жанре свадебное фото, часто делятся своими творческими находками. Автор мастер-класса «Стильная фотография любви» Александр Шамарин взял в руки камеру относительно недавно, но уже смог явить миру свой индивидуальный почерк. По мнению Александра, одной из главных причин его успеха – это искренняя увлеченность любимым делом. Еще одно условие удачного фото – способность оказаться на одной волне с героями кадра. Свадебный фотограф – это в любом случае человек, который будет находиться целый день, ну, реально с молодыми в день свадьбы. Ну и важно быть человеком, я буду рассказывать, ну как я общаюсь с людьми, как вообще раскрепоститься, чтобы они улыбались, целовались. Ну и будут, ну есть технические моменты, конечно, которые, ну, связаны непосредственно с фототехникой, еще моменты такие буду рассказывать. А если брать в целом, то моя жизнь очень кардинально меняется каждый год. То есть я за последнее время очень много сменил место работы, ну то есть я прям ухожу каждый год в никуда, то есть открываю для себя что-то новое. Да, работать нужно, но это бестолку, если это не приносит удовольствия. Есть такое хорошее выражение, очень много общаюсь с людьми и встретил такого интересного собеседника в самолете. Он сказал, вот есть в жизни много препятствий, вот ты живешь и что-то бах, ну как черная полоса пошла. Как понять, препятствие это, что делает жизнь не так, или это просто координация в нужную сторону. И вот, и вывод такой, что если ты занимаешься любимым делом, то это все-таки корректировка в какую-то сторону, если не любимым, то это препятствие, не нужно выбирать другое направление своей деятельности. Слушатели мастер-класса вдохновляются, открывают что-то новое не столько в техническом, сколько в философском ключе. Я думаю, что любому творческому человеку вообще это свойственно, то есть быть свободным, мыслить вообще широко, мыслить нестандартно. Просто получить такой мощный пинок, мощный заряд творчества, вот этой энергии духа и творить. В плане вообще саморазвития, то есть нужно не только заниматься чисто фотографией, если ты фотограф, то есть нужно вообще развиваться, развивать интуицию, самопознание, самокопание какое-то. Заниматься творчеством помимо фотографии, нужно еще увлекаться пением, рисованием, путешествовать очень много, вдохновляться, потому что это все реально сказывается. Фотографом может стать каждый. Кто купил, по сути, зеркалку, то он будет просто на самом деле так себя сам называть, либо его будут так называть люди. Ну и все, там уже можно сказать остальное по портфолио, то есть много различных ступеней. То есть если человек будет стремиться развиваться, то работы будут интереснее. Либо ты будешь, так сказать, скованным фотографом, неинтересным, то есть кадры будут, без жизни они будут, либо будут фотографии иметь жизнь и будет интересно. Может показаться, что фотографов сегодня гораздо больше, чем требуется. Но в этом, наверное, и состоит главная идея творчества – дать возможность всем выразить себя. Ну а кто окажется востребованным и конкурентно способным, покажет время.